Всем здорова, сегодня я научу вас рисовать аниме девочек в Stable Diffusion. Если у вас еще не установлена Stable Diffusion или ControlNet, то в подсказках к видео будут гайды на их установку, посмотрите сначала их перед просмотром данного видео. Для начала выбираем модель для генерации. Если рассматривать аниме арты, то я рекомендую Abyss Orange Mix, если что ссылки на скачивание материала из этого видео будут в комментариях. Дальше переходим к настройке. Для начала просто поставим такие настройки. Дальше приступим к написанию промта. Вначале я написал два параметра для улучшения качества генерации, они работают не всегда, но лучше всегда использовать их, хуже они вряд ли сделают. Дальше я использую такую вещь как лора. Лора по сути является набором данных, к которому вы можете обратиться в любой момент. Я использую лору содержащую информацию о персонаже Хошина Ай, а точнее о ее внешности. Лоры обучаются на готовых артах, а их качество зависит от количества этих артов. Как установить лору я покажу в конце видео. Чтобы обратиться к ней. Нам нужно в треугольных скобках написать лора двоеточие название файлы с лорой двоеточие и вес лоры. Вес лоры это как бы значимость данных из лоры относительно данных полученных от модели. После закрытия скобок ставим запятую и дальше пишем триггер ворды. Где найти триггер ворды я также покажу в конце видео. Дальше я использовал еще одну лору, которая отвечает за стилистику изображения. Именно эта лора будет использовать схожую стилистику с аниме ребенок айдола, то есть того аниме откуда наш персонаж. Теперь нажимаем кнопку Generate. У нас получился вполне неплохой результат, но его можно улучшить. Сейчас я использую лору от Detail. Из названия понятно, что эта лора добавляет деталей к нашему изображению. После генерации мы замечаем улучшение качества, но теперь у нас два персонажа. Чтобы это избежать мы в начало промто приписываем One Girl, что значит одна девушка, это поможет нам избежать генерации дополнительных персонажей. Также напишем в антипромт или негатив ворды слова Multiple Goals, что значит несколько девушек. Из-за этого нейросеть будет избегать генерации нескольких девушек. У нас получился достаточно красивый результат, но не до конца понятна позиция персонажа. Мы можем менять позицию персонажа или камеры с помощью промто. Для этого напишем Upper Body, то есть верхняя часть тела. У нас получился такой результат. Теперь давайте поменяем персонажа. Для этого я изменил имя лоры и триггер ворды в промте. Также я изменил сэмплер на более медленный, но более лучший в плане качества на выходе. Сейчас я опять подписал Upper Body и снова изменил сэмплер на Euler. Это по сути самый базовый и универсальный сэмплер. Давайте попробуем уменьшить количество шагов сэмплинга. На будущее не советую ставить большое количество шагов сэмплинга. Далеко не всегда их увеличение приведет к улучшению качества, а иногда и наоборот ухудшит результат, при этом увеличится время генерации и затрачиваемое количество видеопамяти у видеокарты. Сейчас я снова поменяю сэмплер на DPM Adaptive. Это самый долгий сэмплер, но при этом он часто выдает очень хорошие результаты. Я считаю это хороший результат. Теперь я покажу как использовать Control Net Open Pose, чтобы выбирать позу для нашего персонажа. Конечно, вы можете прописать позу в промте, но это может занять большое количество слов, из-за чего какие-либо другие ваши параметры могут быть проигнорированы и вы получите не тот результат который ожидали, так что лучше для таких целей использовать Open Pose. Ставим настройки как я и выбираем позу в папке превью моего пака на 363 позы. Скачать его и пак на 1000 поз можно в моем телеграм канале. После того как мы выбрали нужную нам позу, запоминаем цифру в названии картинки. Переходим в папку possess и в поиск вбиваем эту цифру. Перекидываем найденное изображение в Control Net. Сравниваем результат с превью и видим, что поза точно передалась нашему персонажу. Но также вам может понадобиться скопировать позу с фотографией или другого арта. Это можно сделать если выставить при процессор Open Pose. Мы видим, что результат отличается от превью. Посмотрим на картинку с визуализацией конечностей. Как мы видим, Open Pose не точно определил положение конечностей персонажа. Такое происходит не всегда, в большинстве случаев Control Net правильно определяет позу, попробуем другой арт. Теперь мы видим почти идентичное сходство. В этом случае Control Net точно определил положение конечностей персонажа. Давайте попробуем еще одно изображение. В этом случае готовое изображение получилось неудачным, но поза определилась правильно. Также хочу обратить внимание, что обычный Open Pose не определит положение пальцев или выражение лица, для этого нужно выбрать соответствующий при процессор. Теперь я как и обещал покажу где брать лоры для ваших генераций. Для этого нам нужен сайт Сивит AI. Тут мы выбираем модели и вкладку Characters. В этой вкладке находятся лоры с персонажами из аниме, фильмов и т.д. Также здесь есть другие вкладки, например, с одеждой, реальными звездами или задними фонами. Допустим, я хочу установить себе эту лору, для этого мы ее скачиваем. Перекидываем в эту папку в корневой папке Stable Diffusion и перезапускаем интерфейс. Чтобы найти триггер ворды, нужно посмотреть описание лоры, триггер ворды могут быть здесь. Также они могут быть здесь, чтобы скопировать их достаточно просто кликнуть. Также обратите внимание, что в описании написано использовать величину лоры 0.7. Советую вам всегда проверять описание, чтобы узнать какое значение использовать, если про это ничего не написано, то скорее всего все будет работать на значение 1. Также мы можем нажать на любое изображение и увидеть использованный промпт и другие настройки, использованные при генерации изображения. Отсюда можно брать ключевые слова для триггер вордов, на случай если вы не нашли их в описании. На этом гайд про основы генерации артов закончен, вы можете задавать свои вопросы в комментариях под роликом. А также знайте, что главное в генерации аниме артов, это умение экспериментировать.